Дорогая Елена Юрьевна Елена Юрьевна, мы вас поздравляем, любим, желаем здоровья, терпения, сил. Многое лето. Сохрани вас, Господи, на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Еще мы желаем вам в следующем году отправиться в путешествие, чтобы все препятствия к этому исчезли. И поэтому присылаем вам кусочек из новогоднего Лондона. Дорогая Елена Юрьевна, воскресный клуб на Соколе от всего сердца поздравляет вас с юбилеем. К сожалению, в связи с карантином мы сейчас не можем все собраться. Многое-многое вам лето. Если бы вы меня спросили, с чем у меня ассоциируется Елена Юрьевна, то я, наверное, прежде всего вспомнил бы о лучке света. Потому что действительно все мои воспоминания о дорогой и любимой Елене Юрьевне, они воспоминания действительно ассоциируются с неким лучом света. Когда лет 20 назад я появился в ромашковской общине, она действительно всем кругом в этой ромашковской общине светила. Вот у нас такое модное слово «эмпатия». Вот она была образцом подлинной эмпатии. Не той эмпатии, которая является технологическим приемом, а той эмпатии, которая является синонимом слова «любовь». Она действительно по-настоящему искренне подлинно любила и любит наверняка всех общинников, всем кругом помогала, и на меня, грешного, часть ее света впала. Я, конечно, вспоминаю с большой благодарностью ту помощь, которую Елена Юрьевна неизменно оказывала в первые годы моей трезвости. И действительно, она такой человек, необыкновенно мягкий, необыкновенно какой-то уютный. Наверное, ее можно назвать мамой. Вот она действительно для всех ромашковских общинников была какой-то такой мамой. Поэтому, Елена Юрьевна, мы тебя очень любим. Ты об этом прекрасно знаешь. Тяжело говорить вот так вот на камеру то, что чувствуешь. Ну, ты сама знаешь, как мы к тебе относимся, как мы тебя любим и ценим. И желаем тебе всего самого-самого лучшего, дорогая наша. Единственное, что скорбим, что ты не появляешься у нас на общине. Конечно, тебя очень не хватает. Но мы понимаем, что у тебя сейчас много забот. Помоги тебе, Господь, дорогая моя. Поздравляем нашу дорогую Елену Юрьевну с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, радости и сладости в Новом году. Благодарим сердечно за теплоту и доброту, проявленную к нам грешным. И с уловим крепко-крепко. Обнимаем. Мы вас любим. Пока. Елена Юрьевна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам всех благ. Многое лето. Мы вас очень любим. До встречи. Дорогая Елена Юрьевна, Я от всей души поздравляю вас с вашим юбилеем. Для нашей семьи выявились тем самым маяком, который помог нам найти выход из сложной ситуации, когда, казалось бы, уже все было на грани, на краю. Мой муж отчаянно искал выход. И благодаря вам, вашей беседе с вами, он решился прийти на первое занятие, на первую встречу в семейный клуб. Остался там. Затем привел меня в этот клуб. И теперь мы уже не первый год благополучно входим на наши встречи. И очень вам благодарны за ваш труд. Слава Богу, что есть такие люди, которые готовы жертвовать своим временем для спасения других душ. Помогаю вам, Господи, на вашем пути. И вам желаю крепкого-крепкого здоровья, благополучия. Чтобы все, что вы задумали, у вас обязательно сбылось и получилось. И главное жить. Дай вам Бог не тужить, никогда не унывать и во всем на волю Божию уповать. Мира вам в душе, вам и вашим родным и близким. Помогаю вам, Господи. Спасибо вам за все. Я Елена Юрьевна, поздравляю вас с днем рождения. Всего-всего вам самого хорошего. И спасибо за все. Дорогая Елена Юрьевна, я очень рад вас поздравить с вашим юбилеем и пожелать помощи Божией, покрову Божьей Матери всем вашим близким, родным, тем людям, которых вы волнуетесь. А почему я желаю? Потому что к этим, наверное, наверняка мы все относимся. Потому как представить вас не волнующейся за тех, кто рядом, мне просто невозможно. Пусть этот посыл всегда сохраняется. Этой какой-то доброй энергетики, доброго переживания у тех, кто рядом с вами. Я хочу сказать, что я всегда рассказываю на своих общинах, на своих клубах одну историю. Когда я приехал в Ромашкове, 13 лет назад это было примерно, и там спустя какое-то время я смотрю, как на второй этаж домика в Ромашково поднимается моя тогда еще будущая жена Наташа. Я был так неожиданный, я был, честно говоря, немножко смущен этим обстоятельством. Так вот, вы подошли ко мне, Елена Юрьевна, и сказали, слушай, как здорово, ты представляешь, это же она приехала, ты же ее не звал. Я говорю, нет, не звал. А вы говорите, это же здорово, она сама приехала, значит, ты реально изменяешься. Женщина, я же знаю, как женщина, я вам говорю, она приехала посмотреть туда, кто тебя изменяет и как изменяет. Елена Юрьевна, спасибо вам большое за то, что вы есть. Уважаемая Елена Юрьевна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам много-много и благая лето. Спасибо вам, что вы с нами, спасибо вам за вашу доброту, за вашу душевную красоту, за профессиональные знания. Всех-всех вам благ, с огромной любовью и уважением к вам я. Дорогая Елена Юрьевна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, благополучия во всем и всего самого наилучшего. Дорогая Елена Юрьевна, мы с Натальей поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам здоровья, счастья и любви с большой буквы. Очень хочется лошадке Вместо сенной травы Съесть кусочек шоколадки И лечуточку головы Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. В крайнем случае печенья Хоть кусочек напусить, Но не знает, к сожалению, Как об этом попросить. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля.